Все, все здесь? Я предполагаю, что здесь есть люди, которые были на комиссаже.. Есть такие? Есть такие, да? Я предполагаю, что здесь есть люди, которые уже видели каталог и его частично читать. Есть такие? Есть. Я предполагаю, что есть люди, которые уже посмотрели про Борис Луфье в интернете. Есть такие. Но не все. Я хочу немножко нашу «Вседу» построить как диалог, потому что я не знаю вас, вы не знаете меня. Я живу очень давно в Берлине, в Нью-Йорке. Я немножко такой инопланетянин, который вот переброс эту выставку, потому что мне показалось, что эта выставка важная, она интересная, что этот художник очень важен и интересен, и что будет хорошо его показать в Киеве, поскольку в его биографии есть эпизоды, которые связаны каким-то образом с историей, с нашелочей историей. А вот, тогда начнем просто с театрами. А можно, чтобы вы назвали себя? Юлий Кисин. Юлий Кисин, пожалуйста. Юлий Кисини, Х Fileевskine. Ну, я пробую просто эпоху. А вы уже вернулись? Недавно вернулись? Хорошо. Так вот, художник Борис Лунье, он обратился в советском Ленинграде. Это было в 24-м году, через несколько месяцев после смерти Ленина. Я знаю, что многие современные дети просто не знают, как Ленина. Что это тоже жалко, но теперь просто нужно знать. Нужно знать или бродеев, или злодеев. И его отец, он был в том первой гензии, занимался кожеверным производством. Как вы сказали, сейчас он был бизнесменом. Неппл. Неппл. Правильно, вы уже на чистую воду могли бы вывести. Он был Неппл. Но он помогал красной армии, то есть он делал свой бизнес. Он снабжал красную армию кожеверными деревьями, с собаками и так далее. И он довольно хорошо зарабатывал. Вот за это его, конечно, взяли за жанру. И, сомитировав развод с женой, он выслал твоей женой детей, троих детей, он послал в Латвию. Латвия тогда была независимым государством, республикой. Это было независимым. И, таким образом, семья оказалась в Латвии. И у Бориса в Лунии было детство, например, такое вот... Кто читал, например, другие «Грега на бокову»? Борис, да? Можете себе представить? У него было такое счастливое детство мальчика из хорошей семьи. У него все было. Он ходил в хорошую школу. Он ходил в еврейскую школу в Латвии. Эта школа была преподаванием школы на немецком языке. Потому что в этот момент в Латвии это считалось как такой шикарный язык, скажем так. Ребята, можно, пожалуйста, в детский сад? Ведите неоплитерскую школу по дому. Можно? В каком году они уехали? Они уехали через год после рождения Бориса. То есть в 25-м году они переехали в Ригу. И там же отец занимался. Он был одним из первых, кто сам занимается кино, например. Он продолжал заниматься в лес. Он очень такой был широкий профиль. Он занимался у него заготовками. Он занимался производством кино. Он таким очень живым, активным человеком. И опять же он заработал какие-то деньги после русского учебника. Но в Латвии тоже было не сладко, скажем так. И ровно за год до начала войны в Советский Союз. Советская армия сошла в Ригу. И Рига стала советской. Я попросила, пожалуйста, ребята с детьми, большая просьба. Потом зайти на выставку и потом идти здесь. И когда советская власть зашла в Ригу, начались аресты, начались раскулачивания. И огромное количество людей, в том числе латышских националистов, было создано в сибирские лагеря. Ну как это? Я люблю ее делать. И опять же отец чудом избивал ареста. Но мы его успели уже отобрать. Ровно через год в Лигу в Латвию, даже не немцы. И вот тут начинается история, с тем, что происходило в Киеве. Что происходило на всех территориях, которые были под Советами. Третий рейх зашел по всему фрону. Это был 1941 год, как вы знаете. И тут же начались массовые расстрелы Евгении. В начале всех, кстати, это было и в Киеве, сгоняли легенды. Выгоняли. То есть я делаю это так. Выгоняли из домов, сгоняли в так называемые еврейские дома. И просто всех людей, которые друг друга никакого отношения не имели, друг о друге не знали, всех просто сгоняли в одни и те же дома. У меня только писат, поспевали сделать еду. В Киеве тоже были в Киеве. Вот, нет, нет. Но вот я что-то читала, что даже сгоняли в такие дома. Сразу погнали. Сразу погнали. Я с в Василии разрешила номер на территории Германии. В пощадке Героя. В Киеве. У нас есть воспоминание о Бабушке. Она как раз свидетельница о Киеве по этой улице. И есть электронные версии, я об этом пришлю. Вот мне Алиса можно рассказать про свою бабушку, что происходило. Поскольку я читала сейчас гораздо больше о том, что происходило в Владимире, я как бы больше об этом могу рассказать, хотя я должна сказать, что моим мотивом привести эту госпитальку сюда в том числе был тот факт, что одно из моих родственниц, даже имя одно я знаю, я звали Ханна, я не знаю, я знаю, что тоже убили в память в Геруху. В Латвии это произошло так, что все изначально сгоняли в эти еврейские дома, потом это было направлено городом, потом эту территорию обрадили, это превратилось в гетто. И тут вот начинается интересная такая вещь, что во многих местах, кстати, как и в Киеве, судя по всему, многие очень хорошо относились к немцам. И наоборот думали, что вот сейчас придут, освободят, сейчас будет порядок, и так далее. В Латвии будут тоже самое. И поначалу вроде бы все происходило очень мягко. Класс создан Латвийской полиции, которая оказалась потом одной из самых неприятных, потому что они участвовали очень активно, участвовали в уничтожении Евгений. Каратерных. Да, конечно. Это была сложная, действительно, ваяльная полиция. Слово неглядное, просто не соответствует числу. Да, это были каратерные. Нет, это были бандитные полиции. Это были абсолютные уголовники, которым, в принципе, взяли руки, дали ему руки оружие. Да, вот, но они официально были полиции. И поначалу в этом гетто было, казалось бы, довольно уничтожительным. Вот Борис Лутилет, который был очень романтическим, юношем, который хотел стать художником, он даже обрадовался поначалу, потому что туда в гетто переехала семья его любимой девочки. Девочку звали Люба. И она стала на всю жизнь, мы как люди отринчили этой Любу, за которой они потом спускаются в ад, когда-то. И эта Люба, когда неубовь, мы уже важны символичность, что ее звали Любовь. Эта девочка оказалась просто пососедством этой гетто. И поначалу в гетто подростки устраивали танцы. Они слушали джаз, называли, устраивали патика, как говорят сейчас, вечеринки. Пока ученики дошли до жителей гетто. И тогда часть мужчин делили от женщин, мужчин отправили на работу, а женщин выселили в женские дома. И тут начинается, действительно, и вот в этот момент начинается кошмар. Потому что с этого момента начинается бесконечность и лекция. Да? А вот закончилось. Я просто сейчас не буду вдаваться, действительно, во всякие подробности того, что происходило. Я думаю, что мы, как бы все, кто пришел сюда, знают историю. И в результате всех селекций всех женщин в семье Дурье погнали на рассвет. Однажды утром, однажды на рассвете, женщины погнали на рассвет в лесу Лумбола. А вот это историческое место, и в лесу Лумбола все, что происходило, все уничтожения, вся жестокость, просто абсолютно мысленная, о которой вы знаете, она происходила по такому же сценарию, как здесь, в Киеве. Для экономии пули, там, по одной пули на четырех, и там, в затылок, чтобы точно. Из всех, там, тысяч людей, которые были убиты в Румболе, в этих ямах, которые люди сами себе вырывали, вот, в дуле. Да, еще, кстати говоря, если отсюда кого-то высылать в Германию, да, то, как бы, Германию, вообще-то, мне немножко странно, потому что политика была наоборот. Всех с Германией высылать на восточную территорию, так называемую, Ост-Рай, да, восточный Дей. И вот здесь, чтобы немцы, чтобы немецкая дистриста его не видела уничтожение, уничтожать все здесь. Так что в Риму, как раз в Латвию и в Литву шли шеволи с немецкими евреями. Их так и называли «райсюрми», да, и, как бы, евреи рейхов. И которые до конца не верили, что с ними происходит, даже когда они умирали, некоторые из них получали, «Мы умираем за Германию». А вот. Из этих людей выжил один единственный человек, одна женщина выжила, которая потом написала подробно, Эфирин Мишельсон, которая потом подробно описала все, что происходило, все, что она переживала. Она просто выкорка произошла. Она упала за секунду до воскресенья. Чудо произошло. Вот. И таких мест по всей территории вот этого так называемого Восточного рейка было очень много. И сколько мест было, мне говорили, в Украине? Внутри тысячи яров. Внутри тысячи яров. Яров, ярков. Ярков, я, там, всего. То есть, это представить себе невозможно, можно просто посмотреть на цифры. Все. А представить себе лучше даже представлять. Потому что я, надо сказать, что с тех пор, как я работаю над мемуарами на Лурие и над этой историей, и, честно говоря, у меня всякие бывают очень неприятные состояния, когда я про себя об этом думаю. Но, с другой стороны, это прошлое, с которым нужно жить и с которым просто нужно как-то нужно согласиться с тем, что оно будет. Его нельзя зачерпить. Его нельзя спрятать. Не нужно. Потому что понятно, что в Советском Союзе все пряталось. Голодомор, Парнияр, Холокост, таково слово. Почему Парнияр построили, Парнияр? Почему прятали? Потому что люди так же, как и здесь, во всех республиках преследовали людей, которые приходили диссиденты, устраивали какие-то мемориалы, тайны, они просто приходили на и вообще не сцитали. Всех же в Ведетушинка даже вставала наше. Ну, конечно. Это были вегетарианские времена, потому что наверное, да. Ну да, но это уже было... Вот, но в первые годы, когда понятно, что вы знаете об этом, как бы, вы можете мне даже лучше сказать, что здесь происходило, как бы люди преследовали за то, что они... Почему? Ну вот, подождите, это был пенсия, мемориал, пенсия, пенсия, мемориал. Это все было восстановлено с реаблением, и все ездили в школу. Советских гражданам. Советских гражданам. Советских гражданам. Хотя, например, в Паплик Перу убивали в Краме в Союзе и в Союзе и в Украине убивали. Советские граждане. Советские граждане. А вот так... Убивали в Национальной. А вот в Румполе убивали только и в Национальной. Там было написано советские граждане. И довольно поздно, когда в 70-е годы Улья туда поехал, он потом об этом как раз написал. И там первые я видела фотографии первых памятников. Это были самодельные, какие-то люди делали памятники из какого-то трогала какие-то звезды ставили там. В конце концов это действительно было забыто. Но Улья, который в результате прошел 4-й слагеря вместе со своим отцом и оказался в Америке. Еще несколько слов как он оказался в Америке. Улья говорил по-английски. Здесь были образованы, они говорили на немецком, по-аллипански, по-латышски, и английский они тоже знали. В конце войны, когда эти фирмальные освободили американские войска, они сразу стали работой как переводчиками. Немецкий, английский. Там, в том числе, советские военные которые освободили, с которыми тоже были общаться, с которыми тоже были помогать. и Улья с отцом после того, как они работали на Американцах целый год, они переехали в Нью-Йорк. И вот это начинается такая известная история, замечная той, которая была в Совке, в Советском Союзе, когда американцы не хотят слушать, вообще не хотят слышать о том, что произошло в Европе, о том, что произошло в Кавалакосте. Именно туда отправились многие из тех, кто вышел. И Улье начинает с тобой договориться, как многие другие, кто там стал писать, художники, просто люди, которые пишут мемуар, просто люди, которые активисты. Как вы знаете, многие, кто это пережил, были в страшных депрессиях. Они были забыты, они были нищими, им никто не помогал. И Улье просто живет в своем мастерской. Надо сказать, что до конца жизни он был как бомж. Вот образ жизни его был как бомж. и в этом зале можно прочитать, кого я не мечтаю про выставку. В этом царе представлены работы, вот, эти работы очень важные для Улье. Он все видел, он все опять писал. его заставляли загребать уладбищем, загребать в ладбище. И он был подростком. Представляете, подросток, с которым только сладовались женщины, первые впечатления, половое созревание, трагедия за спиной, любимая девочка, он видит вот этот кошмар, свои собственные глаза, что действительно представить довольно трудно. Мы в основном, к счастью, знаем это, в основном все-таки и спину, а вот это количество мертвых людей, лишенных индивидуальности, это очень тяжелая ноша для психики. Для психики молодого человека. И уже во время войны, по-видимому, у Лунии прислали какой-то сдвиг в сторону магического восприятия. Потому что, наверное, вот эту невырусть воспринимать очень сложно. И его спасает наверное, вот эта художественная такая жилка. И поэтому он описывает даже какие-то эпизоды войны с точки зрения такого магического реализма. Например, у него есть сцена, непонятная в его воспоминаниях, непонятно, то ли она реальная, то ли он ее придумал. Как они пришли зимой на кладбище, он видит лежащие тела. Одно из тел, и они какие-то жесткого эти тела. Там пара, молодая пара, которые смерзнутся, любовники, влюбленные. И когда начинают эти тела разнимать, тело молодого человека поделанное все. Вот немцы стреляют в новую свежа кашку, потом они опять соединяют влюбленных. Непонятно, то ли кодовое воображение, то ли реальная какая-нибудь история. Но я могу себе представить, что это действительно какая-то другая реальность. как можно представить, что люди находятся так под наркотиками. Вот как в момент страшного горя, такой экстаз, и как бы непонятно, было это или нет. И много таких странных эпизодов. И когда он приезжает в Нью-Йорк, он начинает делать салажи. Он ходит по огромному городу и заходит в Нью-Йорк, есть такой местный таймс-фер, который все знают. Сейчас это такое место усилений, там всякие жонглеры стоят. Возьми святами. А в 50-е сразу после войны это было место бордель. Причем в Америке, которая абсолютно такая суританская и американское население, в основном очень религиозное. То есть там вообще никакого намекка на секс. Там все дети рождались и, по-ведем, будут рождаться, но из них путем непорочного зачатия. По-другому как-то не получается. Друзья. Но есть такое злачное место в Тайм-Сквере, есть свободный город Нью-Йорк, он попадает, он ходит туда по ночам. Как мы сказали, он начинает таскаться туда. Вот он туда приходит по ночам, вот это все наблюдает, дистанцированно довольно-таки. и это представляет ему чем-то сходным, тоже таким вариантом ада. Поскольку с самого начала у него какое-то трепетное, может быть, потому что он из хорошей семьи, а может быть, потому что у него погибли все женщины. У него трепетное отношение к женщине, что женщина нельзя не тронит. И ему становится дико больным из-за того, что женщина превращается в объекте. Вот. И вот здесь на других многих коллайзах можно увидеть фотографии пинапов. Пинап это то, что вот эти самые голые бабы, которых в туалетах пин, то есть булавками приклеивали понятное начинство в слайдах. И он начинает сопоставлять этих пинапов с голыми телами. То есть вот эта постоянная тема женщина объект, обнаженность, тело как объект, расчлененное тело, тело как ничто, тело лишенной личности, лишенной судьбы, это становится такой проводной темой. судьбы. Вот. И вот опять здесь. И интересно, что Лудне как-то иронично стал называть гитлер величайшим художником всех времен. Почему? Потому что его искусство оставило такие следы, которые никогда ничем не сотрешь. вот эти вот коллажи он называет, то есть даже не коллажи, вот то, что происходило в реальности, он называет ассамбляжем Гитлера. То есть ассамбляж, знаете, что это, да, это калаш пространства, как бы, такой объемный калаш скульптуры. Поскольку Гитлер у него становится в его системе величайшим художником, вот его работа. А в современном искусстве понятно, что все, что попадает в контекст современного искусства, становится частью дискурса. Вот. И таким образом даже люди, превращенные в ничто, в мусор, тем более во времена, когда мусор становится материалом искусства, это, кстати, происходит после войны в основном, вот, когда Европа просто превращена в мусор, в мир, превращен в мусор, вот Гитлер становится одним из художников, ироничным, разумеется. И... Антихудожник. Да. В чем собственно, современное искусство, современное искусство вообще такая сложная штука. вот, я вижу здесь люди, которые, которые занимаются только искусством, или люди, которые хорошо знают историю, и которые, может быть, никогда бы просто не оказались в едином пространстве, вот, я очень рада, что сейчас мы все в едином пространстве, вот, мы с нашими очень разными знаниями, дэкграундами, вместе здесь, и нас объединяет Лурье, нас объединяет человек, который внедряется в современное искусство, и человек, который вскрывает консервным ножом искусство историю. Так что, вот, нельзя сказать, что искусство, что антиискусство, но, потому что еще нантеисты, опять же, авангард русский, авангард, это все антиискусство, Дюшан, это антиискусство, это все, как бы, Байковский, плевок, да, по счетчинам общественным вкусу. Вообще, современное искусство это антиискусство в основном, да, если это не декоративные какие-то вещи, потому что современное искусство постоянно как бы от себя отталкивается, да, и постоянно ставит какие-то вопросы, постоянно И он задает вопросы тем, кто с искусством не связан. И в 50-е, в 60-е Борис Турье вместе со своими друзьями, двумя художниками, они создают такое течение, движение «ну-арт». И они становятся антиподами поп-арта. Как раз в это время поп-арт. Поп-арт – это деньги. Сейчас мы уже знаем, откуда эти деньги появились. Сейчас мы уже знаем, что это было в том числе средство холодной войны. Когда в одночасье за одну выставку какой-нибудь художник, Поллок, становился знаменитым и богатым. Или кто-то еще. Откуда появлялись деньги. С неба они не падали, это была политика. Вот эти художники, которые политические, но артисты, они наоборот игнорировались. А в искусстве самые ужасные художники – это даже не когда его ругают, а когда его игнорируют. А игнорировали их по двумя соображениями. Во-первых, в веселой Америке игнорировали все, что было связано с Холокостом. Во-вторых, все, что было политическим и непозитивным, это нельзя было использовать как холодное оружие. А искусство – искусство оружие. Особенно в 50-е, 70-е – это абсолютная часть политики. Давайте пройдем следующее. Абсолютно. Ну, как мы знаем. Мы знаем, не все стали в Фотографии, но какие-то люди, конечно, поехали. А вот в этом вагоне у нас есть вопрос? Да, пожалуйста. А вот в ассамбляже, что это за вагоны? Это как фото? Так же оттуда? В какой-то момент я думаю, что эта фотография была на фотографиях, которую сразу пригласили после освобождения Буфенрайда. Я не помню точно ли это оттуда, но вдруг было такое однажды потрясение в мире, когда впервые увидели вот эти фотографии из нас, «Азвадённых подсобилей». Просто мне что-то дробилось, да? А по поводу замалчивания, да? Вообще люди делают неприятные вещи, понимаете? По-разному случаю. Иногда они чувствуют себя невиноватыми, иногда просто не хотят слышать о каких-то несчастьях, иногда просто не хотят помогать. Вот и все. Здесь это было условлено политически, потому что здесь был в Советском Советском государстве был государственный антисемитизм. Вот, надеюсь, что вы со мной согласитесь. В Америке… Что? Вы не согласны. Вы не согласны. Поэтому я спросила, потому что вы всегда согласны. Да, вы согласны. В Америке просто это консервист сообщество, который исключает какие-то вещи, которые нельзя обгадать, скажем так. А в Америке кто-нибудь захочет повесить на территории футуальной фотографии вот этих… фотографии с Бухенвальтом, например, или за Свенцем. Я не могу сказать, что кто-нибудь заслаждается. Вот эта работа, которая Борис… Это ранние работы… Дело в том, что Борис был самолуч. У него был кузен Хребетриевич Советский, который был страшно приемлем советской власти, что я его страшно любил. И в Зене к нему не нашлось технически относились, потому что приобрать отец в Уе, он как разменонизм в советской власти, поэтому от нее и бежал. Но поскольку в доме там были книги, он смотрел, он ужасно любил там стать мастеров. Вот здесь мы видим вот эти вот ангелы Зене, вот этот адрес, день грека. Мы можем проследить, хотя, кстати говоря, это удивительно для человека, который никогда не учился рисовать. Вот там висит его асопопе, это очень-очень похож на него. Он сделан так, что реально это можно догадаться, что это неумерно, да? То есть как бы талантно. Безусловно. Вот. И сейчас мы пойдем в следующий зал. Я хочу обратить внимание, когда эти топоры, они по всей их толсты и ножей топоры, мы про это еще можем потом поговорить. Я просто хочу, чтобы вы их заметили сейчас. Словно. Давайте, пожалуйста. Я сейчас просто дорасскажу в основном про фейеровой луне, потом вы поднимитесь наверх, я просто вам покажу, как структурировано высветка наверху. Вы уже сами, если не знаете, посмотрите, и потом мы можем поговорить. и потом я с удовольствием вас послушаю. Если кто-то умеет что-то сказать. Здесь как раз представлены эти абстракции и портреты, которые стали названием этой выставки «Измененный человек». Есть такое понятие иконоклазма, тоже понятие иконоклазма, то есть разрушение изображений. Причем разрушение изображений в основном это сопутствует в разных религиях. Почти во всех религиях были периоды, когда изображение было заключено. Там не изображать Бога, не изображать их, потому что Бог это выше, а тут наоборот, что будет сказать, что это не искусство. Не изображать человека. Человек это ниже. И XX век, который действительно все больше и больше, как мы сейчас уже в этом убедились, совсем отменяет индивидуализм, в XX век уже стало очевидностью, что история – это история массы. Это не история отдельных людей. Даже если появляются какие-то отдельные люди, персонажи, какие-то президенты и так далее, все равно это история масс. А история Холокоста – это тем более история масс, это история обезличивания. Когда у человека, отнимая его личную историю, его личную программу, его личную судьбу, его лицо, имя, все, да, в консервационную одежду, и как завершающий момент, вот эта точка, отнимает его жизнь. То есть это минус-минус человек. И если мы приследим истории искусства XX века, все больше и больше в искусстве XX века, особенно в космопровенной истории, в искусстве исчезает человеческое лицо. И если, скажем, в каком-то классическом искусстве были закострены портреты, читы, портреты конкретных людей, конкретных персонажей с именами и так далее, то в XX веке уже даже в фотографиях, как Мэн Рэй, например. Я еще хочу сказать про фотографии Ханса Бэльмера, немецкого художника, который тоже в немецких людей начинает фотографировать кукулу, расчлененку. Очень, очень просто эти работы перекликаются с Хансом Бэльмером. А вот здесь, если посмотреть на эти портреты, если просто проследить, даже просто там листать альбомы разных, очень разных художников в WhatsApp веках, мы увидим вот эти вот разрушенные изображения, именно кулацами. То есть это какая-то история обратная той, чтобы происходить в религиях. В религиях нельзя смотреть, невозможные изображения кула, а вот здесь, в секуляризованном обществе, отмена человека, отмена человеческого лица. И, кроме того, Лувье, как монконформист и, понятно, он авангардный художник, а конформизм – это как раз изображение лица, портреты, буржуазность, заказные портреты, например, он постоянно занимается вот этим вот разрушением не только тела человеческого, вот тоже все молодежи в жизни, разрушением лица, стиранием лица. И, таким образом, это такой линк на вообще стирание и отмену истории. Вот не хочу, не хочу этой истории, я не хочу этого прошлого. Я не хочу этого человека, который, политика этого, который ждет всякие гадости во времена вьетнамской войны, который был одним из действующих людей, когда убивали массу людей во Вьетнаме. А что это портрет? Это портрет, по-моему, называется Эммот. Он был послом во Вьетнаме, одним из ранних послов во Вьетнаме. Он был таким потомственным американским политиком. Но в данном случае это даже не важно, что именно это за человек. Важно еще больше. Важно только для человека в галстуке. И раз этот человек в галстуке и костюме, он и президент власть. Какая власть? Государственная. Что делает государственная власть? Государственная власть репрессивна. Все это происходит как раз в то время, когда в Америке идут всякие протесты. В Америке всегда идут протесты. Там очень сильные левые движения традиционные. Но как раз в то время идет массовый протест против Вьетнамской войны, панцифизм и так далее. Люди бросили, выдерживают. Уже, казалось бы, слегка передохнули после Второй мировой. И тут начинается кошмар. В Камбучи, Вьетнаме, в страну Юго-Восточную Азию. Причем непонятно где, за океан. И вот эти вот работы, они очень важные. Они абсолютно актуальны. Не только сейчас, я думаю, что они актуальны всегда. И в этом смысле Лурие – это универсальный художник. И это очень здорово. Потому что, к сожалению, люди не изменились. И мы знаем, что происходило во время войны в Югославии. В Югославии тоже были в конце лагеря, что происходит в Африке, что просто не появляется в прессе ни в какой-нибудь американской, ни в европейской. Где же постоянно происходит массовая пресса? Просто мы об этом не знаем, к сожалению. И мы это часто просто не можем остановить. Мы сейчас поднимемся наверх. Смотрите, по поводу структуры вот этого второго этажа, вот тот зал, он связан с ноу-артом, с протестным искусством. Вот этот зал, как сказал один человек, О, это же зал Лолиты. Да, это зал Лолиты. Там даже есть коллаж с изображениями из фильма Кюбрика. Зал Лолиты. Вот то, о чем я говорила. Лурие как феминист убежденный, как человек, который пытается как-то защитить женщину. Он использует... Да, и он постоянно, кстати говоря, вот, не знаю, сказал я об этом или нет, он один из первых, кто сопоставил Холокост и порнографию. Потому что это настолько шокирующая вещь, да, то есть минус любовь. Холокост – это минус любовь абсолютно, тотальная, да, порнография, минус любовь. Это то, что он увидел в Америке. Садомазохизм, да. И, кстати говоря, как вы знаете, многие, кто участвовал в массовых убийствах, там действительно были уголовники и социопаты, то есть люди, которые бы так или иначе бы, наверное, совершали какие-то преступления. Поэтому порнография. И, кстати говоря, Лурие написал порнографический роман про Холокост. Он даже частично смешной, ироничный, да. И там какие-то элементы психоделики в этом романе. Я думала, что, может быть, я буду какие-то читать куски из этого романа сегодня, но я не уверена, насколько это уместно сегодня, да. Вот. Ну, вот. Ну, арт. Заллолиты. И здесь мы тоже видим из разных каких-то кусков. Вот изображение, опять же, какая-то... Можно подумать, что это какая-то резиновая порно-кукла, да, лишённая лица. Вот. Здесь, опять же, эти мотивы пенаповские и ноуар, которые постоянно нет, нет, нет. И, опять же, вот эти вот ножи и топоры. Но сейчас я просто хочу ответить на несколько вопросов. Вот меня задали вопрос, что такое фонд Борис Луи. Да? И фонд Борис Луи – это фонд, в котором хранятся его работы, который делает каталоги, который его книжки издаёт, который его книжки переводит. Этим фондом руководит одна 97-летняя дама, у которой энергии больше, чем у нас у всех вместе взятых. Да? Которую зовут Гиртруда Стайн. Вот это очень странное, наверное, для вас услышать Гиртруда Стайн. Некоторые говорят, как? Она что, как бы, говорит, Гиртруда Стайн, что? Встала из гроба? Я говорю, нет, она не ложилась. Это другая Гиртруда Стайн. И она была галеристкой. Она была галеристкой Луи, она была галеристкой Нуарте, она была галеристкой довольно известных таких художников, включая, например, Кусаму. Японского художника, у которого, даже если кто-то не знает имени, работают точно, знаете, они такие похожи на мухоморы, инсталляции, похожи на огромные мухоморы, которые тоже сейчас уже в возрасте. И что еще важно сказать? Лурие дружил очень… Он, кстати, на немцев не обослился, он говорил по-немецки, у него были друзья из Германии, художники, с которыми он дружил до конца жизни, с которыми он переписывался. Он был действительно очень благородным человеком, в детстве вот такого, да, сейчас я его знаменавижу, есть немецкий род, немецкий язык и так далее. Это не произошло. А можно еще вопрос? Да. В Несу во втором зале, когда мы были, там в биографии было написано, что в 42-м году они с отцом работали, изготавливали драгоценности для немцев. Да. То есть он работал в период войны, в период всех этих лагерей на немцев, ну, как бы на врагов, по сути? Конечно, он был в концлагере. А, это имеется в виду в концлагере? Разумеется. Там как написано, не очень понятно. Нет, это было в концлагере, это было в детстве в концлагере, их каждый день гнали на работу. Они шли с желтыми звездами на работу под коми автоматов. Вот вечером, вечером их также гнали в эти квартиры, где-то, или в бараки, да. Да, это очень странная такая вещь. Я даже подумала, что если это когда-нибудь будет какой-нибудь там, я не знаю, роман или фильм про Вилье, что там невозможно, то это мог быть какой-то такой удивительный эпизод про людей, которые находятся на грани смерти, которых заставляют работать, и которые работают, как он написал в мемуарах, они работают в том же дворе, в котором эти дамы приходят гулять с детьми, с колясками. Дамы во всяких шубах, во всяких бриллианках и так далее, да. Они работают практически на одном пятачке с узниками. И люди, которые просто одна и на коем в могиле, они… Ну, если представить себе кино какое-то, вот это вот лицо человека, который обречен рядом с какими-то шубами, с какими-то невероятными украшениями, то есть это довольно… Ну, это может быть. Это исключительно у нас стокольский синдром называется вот это, когда человек, который влюбляется в своего палача. Нет, он совершенно не влюбился в своего палача. Ну, если вы говорите, что в историческом разрезе любит, дружит, уважает… Ну, то есть это… А после войны? После войны? Да. Нет, нет. Это совершенно не стокольский синдром. Знаете, это просто абсолютно нормальный человек. Потому что стокольский синдром – это значит… Знаете, что было бы? Например, если бы мы абсолютно в какой-то момент… Здесь какие-то люди, которые говорят по-русски, скажут, это стокольский синдром. Они любят язык врага, сволочек. Или, скажем, евреев убивали. Их убивали не только немцы, да? Не только евреев убивали. Во время войны убивали всех. Разумеется. Ну, то есть… Вы сужаете проблему войны… Есть ли пример? Евреев выявили украинцев, что евреи должны ненавидеть всех украинцев? Ну, тех, которых убивали. Убивали все национальности. Только по поводу евреев и хиромов в государственной немецкой политике. Украинцы убивали же то, что они были партизанами, военные, а евреи говорят только то, что не евреи. Ну, это очевидно. Если кого-то убил человек, возненавидеть весь человеческий хирот, убить этот стокольский синдром? Еще раз. Вы повторяете о том, что готовили ювелирные украшения женам немецких эвесеров. Это написано на стене. А перед этим вы сказали, что они ходили на танцы, пели песни, танцевали, играли джаз, устраивали вечеринки. И тут же под булами автоматом. То есть за этот короткий промежуток времени очень много разной такой информации. Поэтому действительно много информации. Я думаю, что вам нужно время, чтобы или творить, или получить эту информацию. Поэтому... Они танцевали, пока они не были в форт-флагере. А в форт-флагере... Нет, они танцевали там, где они получат въезды, когда их уже... А давайте насладимся работой и тем, что приготовила Юля. Нам всем это интересно. Нет, но если вопросы не местные, я буду молчать. Спасибо. Слушайте, здесь очень много народу, которые поняли то, о чем я говорю. Да? Я надеюсь. Я надеюсь. Я надеюсь. что это не человеку, который не восстановит всех. Который может понять, кто здесь кто. Который как раз врубается. Скажи. Есть еще какие-то вопросы? Я читала одного интересного для меня своего проавтора. И он как раз говорил вскользко о той минуте. Естественно, я не знаю, о чем роман. Вот он говорил, что как раз там, я помню, в Улье... Это в Улье? Да, да. В Улье? В Улье? В Улье? В принципе, да. В принципе, да. В Улье действительно сравнивает арт-систему с таким концлагенем. И он написывает все в своем программическом формате. Он написывает бордель, в котором все художники используют художников. Но это нужно... Я уже говорила, что сегодня я не буду читать как бы куски. Но там есть, например, такой эпизод, когда вот хозяйка борделя, который очень плохо относится к своим рабам, но который очень увлекается искусством, она устраивает такую линейку художников, да? Вот как пионерская линейка. Художники стоят в ней. И художники приходят со своими картинами, ставят картины на пол, снимают штаны. Вот. И она начинает ощупывать член этих художников. И если член в Улье, она говорит, хороший художник. Надо его вставлять. Если вот что-то такое не в порядке, с членом, она говорит, что-то не очень нравится в искусстве. Вот. И так далее. И опять же, искусство, послевоенное искусство, в том числе европейское искусство, такое, как венский акционизм или ситуационизм, это реакция, понятно, на то, что происходило в Европе во время войны. То есть это очень радикальное искусство. Херман Ницц посреди Вены там распинает коров, все в крови, площади европейских городов. Опять за этой кровью наносили раз эту кровь, которую пускают художники. Шварц Чогольф, который себя кастрирует. То есть вот эта вот тема саду-кцархизма, она постоянно присутствует в послевоенном искусстве. И понятно, что Рюлье тоже переносит в этот весь дискурс, он переносит в свой роман. Так что... Манифест был, нет арт-рынку вложения в модернеративность. А он продавался? Вот это тоже, спасибо за этот вопрос. Значит, произошла вот какая интересная история. Значит, отец Лурия, когда он вернулся, как он не вернулся, когда они приехали в Америку, он опять какой-то феникс из пепла встает, бизнесмен. Он опять становится богатым человеком. Он опять занимается бизнесом, непотопляемым кораблем. А Борис, который хочет стать художником, который станет художником, он как-то не по этому делу. И у них происходит такое как бы диповое состязание. Внутренне Борис хочет ему доказать, что я там тоже не гусь. Я тоже человек, что я тоже мужчина, скажем так. А с другой стороны, ему абсолютно пофиг, если у него деньги или нет. Но из-за вот этого состязания с отцом, он начинает потихонечку торговаться. Там была такая, то есть она есть, в центре биржи. Там ставки в течение дня. Можешь поставить, купить за какие-то копейки акции. И в течение дня они там поменяются, что-то такое. И постепенно Борис что-то начинает зарабатывать на этой бирже. И он зарабатывает некое состояние, в конце концов. И таким образом он себе доказывает, что я не осёл. Я не хуже, чем мой отец. Но у него такая доктрина, что искусство не продажно. Что искусство продавать нельзя. Что это подобно порнографии. Это всё равно, что женщина продаёт себя. Художник не должен стать проституткой. Кстати, вот в этом эпизоде, когда хозяйка борделя проверяет, у кого там какие богатства между ногами болтаются. Это тоже такая карикатура на художников, которые, собственно, занимаются проституцией. Вот сейчас я сделаю что-нибудь на заказ и продам. И я убеждён, что искусство нельзя продавать. Надо зарабатывать другим каким-то образом. И когда он зарабатывает деньги, когда он начинает жить на эти деньги, он начинает помогать другим художникам. И в том числе, кстати, с синдромом, он помогает немецким художникам. Которые тоже после войны многие из них нищие. И многие из них, кстати, антифашисты. Он не помогает фашистам. Он помогает антифашистам. Он помогает антифашистам тем, кого вы тоже, собственно, могли бы или кого там расстрелили, или те, кто там был в тюрьмах и так далее. Что? Да, разумеется. На самом деле весь авангард это дегенеративные сутки. А мы любители и зрители, а мы дегенеративные зрители. Да? Вот. Так что? Да, пожалуйста. Ну, насколько это правильная информация? То, что я читала. Что вот он как раз со своими ранними работами экспрессионистами, вот они мне очень нравятся, вот в стиле Грека, да? Да. Обращался в галерею. Он тогда хотел продаваться. Да. В начале он хотел. В начале галереи как раз, он говорит, мне интересно, когда был рот, как на пике славы. И тогда он сказал, что я буду создавать такое искусство, как я хочу, и попробуйте меня восстановить. Ну, он прошел через это, как любой молодой художник, там, я хочу участвовать, да? Да, да, да. А потом увидите, все нафиг, я свободный человек. То есть он захотел признания, но он... В самом начале он, конечно, хотел участвовать в этом во всем как бы базаре, вот, а потом он просто освободился. Когда он заработал денег, деньги дает некоторую свободу. Это не только слух. Хорошо. А после его смерти его работы продаются сейчас? Нет. Они не продаются. Иногда, если какой-нибудь музей достойный или какая-то интересная коллекция хочет приобрести работу в улье, то они продаются. Но они не продаются кому-то просто так, да? То есть... Ну, это женщина, да, все? То есть его подруга, либо... Ну, да. То есть это она это продолжает? Она это продолжает. Есть несколько просто человек в этом фоундейшн, которые этим занимаются. Вот. И... Ну, в общем, на самом деле, идея такая, чтобы эти работы были в хороших музеях. И они действительно, оказывается, многие из них оказались в очень каких-то важных музеях, в том числе, как американцы. Израильцы. Там еще где-то, да? Да. Как говорят, фонд создан полностью на деньги в улье. Да. Фонд, который заработал, я даже считала, что 80 миллионов было недостатки. Он жил как бомж, но все в искусство было абсолютно. Да. И вот интересно. Вот он же, наверное, расписал полностью программу, вот как он хочет, чтобы этот фонд есть. Да. Да. Пока я не знаю, Турдер сам. Ну, кто уже с 97-го. Я верю, что она внесла его подруга и... А вот дальше. А вот это... Кто знает, непонятно, что будет дальше. Потому что... Потому что в этом фонде есть несколько человек. Есть, например, один из тех, кто там устраивает выставки. Это сумка фастеля, из которой дружилась в улье, который был одним из художников Фуксов. Там есть я, есть еще один человек, киевский, кстати, который уже давно жил в Нью-Йорке. Вот. И есть большое наследие Луки не только... Он же еще и был писателем, да. Как бы есть очень много всего, из чего можно было бы сделать, можно как бы и фильмы снимать, и спектакли ставить и так далее. Да. И есть люди, которые это хотят сделать. Но вот пока, на самом деле, не совсем понятно, что произойдет дальше. Музей. Музей. Сейчас есть в Америке... Вот только что открылся этот музей. Музей. Это как бы такое помещение как фонда Лукьенза. Можно посмотреть его работы, но это не музей. Потому что музей – это очень дорогое удовольствие в Америке. Это очень вещь. Ну и музеев одного человека в Америке... Я не знаю, музеев одного человека. Нет музея Ротко. Нет музея Пола. Музея не Ротко. Слушайте, в Америке все возможно. Все возможно. Но это не рентабельно. Дело даже не в том, что не рентабельно. Может быть, это бессмысленно пока что, да? В принципе, все возьмем очень. Но пока что фонд действует все еще за щедрением ЛУЕ или от нас же привлекают? Дело в том, что деньги ЛУЕ работают. Да? Деньги ЛУЕ они не... Там еще один фонд. Эти деньги на два фонда. Один фонд помогает женщинам, которые находятся в главенном именно... В общем, женщины военных, да? Это один фонд. Второй фонд это фонд, который занимается МОА, политическим способом. Но деньги, в общем, они не сидят на стеночках. Они там в каких-то акциях. В общем, они как-то там, что-то с ними происходит. Что именно? Я не знаю. Я не финансист. В принципе, эти работы должны либо дариться в музей, но не продаваться. Иногда они дарятся в музей. Иногда они дарятся. Иногда они по какой-то символической цене продаются. Да? Есть какие-то цены брать вроде бы. Но вот как бы цена одно. А что происходит, если придет, например, в центре в виду и скажет, я не прочую цифру не знаю. Ну, приблизительно. Ну, ченок говорит 3000. Ну, наверное, да. Я просто не хочу... Ну, я просто пытаюсь понять, какая часть из них представлена здесь. Смотрите, сейчас еще есть три выставки. Параллельно три выставки. Значит, сейчас будет выставка в музее Ротко, на которой будут работать. Сейчас выставка в одном из раньше музея. И музея принимает учащихся в выставке в музее Ротко. Поэтому работ много. И фонд постарается сделать так, чтобы на каждой выставке оказалось бы по нескольку важных работ. Принципиальных, по которым стало бы понятно, о чем идет речь. Ну, ведь цены – это непригодная организация, да? Нет. Абсолютно. Просто очень тяжело. Очень, я знаю, много выставок проходят в Готворье. Колоссальные финансы и усерия. Да, да, да. И вот удивительно, что это каждый год и неприбыльно. Нет, нет, нет. Это как бы мы... За какие деньги происходит выставка в Готворье – это как раз вот то, что идет от этих акций, да? Потому что Нью-Йорк все-таки это город финансистов. На какие деньги снимается кино, на какие деньги вообще все происходит на свете. Если есть какой-то фонд, понятно, что деньги не лежат в сундуке. Понятно, что деньги во что-то инвестируются и как вы зарабатываете что-то. Так что... Вот тем более понятно, что все связанное с искусством можно списать с налогом. Что-то не важно. А можно вопрос про скульптуру? Да. Да, пожалуйста. А как он пришел к этому? И почему? И как он перекликается с другими работами? Для того, чтобы он не опыта налогом. Ну да, но это как бы... Работать... Топор порядочью не учил, да? Нет. Нет? Топор порядок? Ну, много всего. Но это оружие. Вообще-то топор это не только чтобы дровать. Вот. Топор это оружие довольно красиво. И для того, чтобы воткнуть, как можно, все к дереву, надо замахнуться и совершить как обраду силы, да? То есть, на самом деле, топор может символизировать очень много всяких вещей. И насилие, и сопротивление, и обещание, и так далее. Здесь вот ножи в мясе. Я могу любовь, наверное, здесь спросить, что это такое. Да, и любой мне расскажет, что это значит. Любой человек, который участвует сейчас в нашей беседе. Но, что интересно, вот это мясо, оно похоже на эксперименты. В рьез вот с этими ребятами из Нуарда, они одновременно скручивают арты повера итальянского, да? И так, кто-то знает, кто-то знает, кто-то знает, кто-то забыл было. Они выставляли вещи, вот какие-то скульптуры, похожие на демюль. Да, это как протесты. И одновременно с первой эмоционей итальянский художник, который сделал уменьшую работу, извините, голубых художников, да? Консервированные. Они выставляли, они сделали вот такую говняную историю. Но их не приняли, не приняли, точнее, закритиковали. Но это же как-то нормально. Да, и поэтому, ну, даже не знаю, опять же я считала, что вот это ответ от рынка, что на сайтах Христис и Сосьбис нет его фамилии Гурьев. При том, что он есть в Мобо и в других очень известных музеях. Ну, то есть, как бы, арт-рынок... Ну, все, арт-рынок, это все-таки авиационные дома. Ну, да. Это вообще какая-то совсем другая история. Ну, они и рынок, и, ну, он как бы пишет о том, кто, ну, якобы достойно у них. Вы понимаете, что арт-рынок это отдельная история, про которую можно бесконечно говорить, что такое рынок, что такое искусственный день. Ну, вообще, большая тема – искусственный день, да? Вот. И это как любовь и деньги. Да? Понимаете? Просто интересно, что одно – применение, а второе – не применение. Вы же знаете, какой-то длинный процесс, пока какой-то художник вообще появляется над рынком, по-другому появляется, возникает какая-то восстанавливаемая цена и так далее. И это может зависеть от чего-то нечего, да? От политической ситуации, от случайности. Просто так по поводу человека, у которого есть еще это в кармане, и, как бы, которому что-то понравилось. Иногда, иногда, от того, в какой контекст фассажей, кто-то не найдет. Это же, действительно, довольно сложная история. Потом, у каждого искусства есть свои реципиенты, свои покупатели, свои зрители, да? Потому что искусств очень-очень много разных сейчас элементов существует. И это можно в тех же аукционных домах увидеть, насколько они разные, даже те же аукционы. Но, как это ни странно, почему-то здесь, в Киеве, про рынок художественный говорят больше, чем где они ни были. Вот это меня потрясает. У нас его практически нет. Это больная тема. Слушайте, он мне говорит. Сейчас ему, в принципе, везде не очень есть, да? Вот. Но я никогда не слышала, чтобы люди так много говорили в искусстве. Потому что я уже очень давно живу в Германии. Вот. И я знала художника. И я знаю очень много художников и спецназоведов. И никогда не слышала, чтобы люди так называют. Причем, я знаю очень известных художников. Почему-то это как-то вот важно. Ну, самое последнее. Самое интересное, это как раз об отрынке, о деньгах, о том, как он строится. Последние книги, которые вы выпускаете, они по этой серии. Даже тут же Бен Льюис, да, как я говорю, это не последние, но тем не менее. Нет, понятно, это понятно. Оно все сбрасывается, и оно, ну не знаю, интересно. Нет, нет, это понятно, потому что не все, как бы вся наша жизнь и все наши конфликты, они завязаны на экономике, на политике, и художники, и искусствоведы все время пытаются проникнуть в мозг финансистов. Что вы никогда не получаете. Потому что финансисты сами могут, во-первых, в мозге проникнуть. И понятно, что теоретически это невероятно интересно. Но вот практически, что люди постоянно вот говорят, вот там, в акционе и так далее, какие-то там лекарки, покупают, не покупают. Правда, нету в Европе, и они слушают искусствоведов. Среди художников и искусствоведов и так далее. Они могут об этом как-то, ну это превращается, там, в штрафную область. Так же, как социология. Что называется там? Социология и искусств, и так далее. Может быть, потому что им, ну как бы, все, что происходит, виднее. Потому что, опять же, словно, когда был с Вайт Кьюбом скандал, вот о котором Бен Юис рассказывал, что обнародовалось, что сотни-сотни работ Фёрста есть в Вайт Кьюбе, то об этом написали во всей Великобритании, написали и за пределами. Ну, обсудили и прошло. Ну, понятно. Ну, как бы все в курсе, ну что это с утра до вечера обсуждать. А может как раз это не, ну, как бы случайно узнается. И поэтому вот то, с чего они не обсуждаются, это, наверное, им интересно. Ну, может быть, я не знаю. Я не знаю. Может быть. Я как бы не могу дать ответ на этот вопрос, почему здесь это вот такая желепрепещущая тема постоянно. Там это впречь. То есть, грубо говоря. Там это часть вот этого процесса, да? Когда ты смотришь и живое интервью там, миллиардера, коллекционера, и там он говорит, что картина – это моя собственность, и я никогда не позволю ей обесцениться или стать ниже доллара от суммы, которая она есть, то, ну, скажем так, может быть, это уже давно всем известно на Западе и неинтересно. А тут-то вот какие-то… Начинается такое. Ну, может быть. Может быть, потому что вообще деньги здесь, это мы считаем, это как новое вещество, да? Относительно много. Потому что мы привыкли, в принципе, жить вообще без денег, в Советском Союзе, и все это было как-то. Я бы ждал, но нету. Уже 30 лет нет Советского Союза. Слушайте, в Советский Союз у нас все. Нет, ну вот стоят люди, молодые художники, у них нет этого Советского Союза. Но у них, как бы, им важно продаваться, понимаете? Я понимаю. Поэтому для них, а у них единственный способ продаться в этой стране – это получить гранты. Слушайте, вы знаете, что художники в мире живут в основном не за граной. А тут живут за граной. Я понимаю, но художники в мире в основном еще как-то параллельно, как они у них есть, джобра, вода и так далее. У многих. Это у меня, наверное. Вот. Ну хорошо, не склонный вопрос тогда. Да. Вот вы все время говорите, я художник. Вы продаетесь как художник? Иногда я продаю. Ну сколько работ в год вы продаете? Не знаю. По-разному. Иногда я продаю. Будет больше. Иногда меньше. Больше это одна или нет? Нет. Это зависит всего. Зал был задан. Почему тут такое отношение… Это ответы с зала, понимаете? Почему тут такое отношение… Это касается Элуи, который, как бы, есть в хорошем музеях в центрах. Это правильно, конечно. И его нет на аукционах. То есть… Но этим просто его нет на аукционах, потому что, ну вот, владельцы в виде этого фонда, они просто не отдают работы на аукционах. Понимаете? Ну конечно. Поэтому… То есть… Фактически нет никакой капитализации. Да. А можно так на вопрос с продолжением делать? У каждого есть какие-то работы, которые не попались в у нас? Ну какие-то там… Да, там кому-то подойдут. Есть. Я встретила… А есть наверняка есть на черном рыбе? Количество. Я сейчас встретила одну женщину, которая занималась в Кульверке. Она мне сказала, слушай, у меня есть работа в Илье. У меня есть его… Рисунки. Вот. Давай… Она взорвется. Ну пусть с ним дружу. Она говорит, давай чего-нибудь с ним сделаем. И я говорю, давай. Давай сделаем. Ну вот, я думаю, что делать. То есть он должен выкупить этот работ? Ну вот я сказала в фонде, что есть эти работы, они сказали, что да, интересный, да? Да потом я уехала сюда, вот, и как-то было столько всякого всего этих дел. Потому что в фонде очень мало народа вообще. Тем более легко договориться. Ну конечно легко договориться. Вы думаете, легко договориться, когда у человека в 97 лет по три визита в день, да, какие-нибудь там приходят? Искусловеды, там, я не знаю, кофеек и так далее. Думаете, легко вообще? Вот вчера, вчера мы созванивались с французом. Но вообще-то я и сказала, слушай, ты тоже, вот есть, ты знаешь, ты художница, у меня есть работа. Да? Не хочешь у него купить? Она сказала, давай, мы обязательно об этом не говорим. Посмотрим, чем это закончится. Посмотрим. Извините, пожалуйста. А можно вопрос немножко на другую? Пожалуйста. А вот, скажите, пожалуйста, вы могли бы на каком-то применении, для какого показать, вот, независимо, так сказать, от концептуального взгляда, вот, чисто художественно, вот какая-то картина для вас значущая, положительного взгляда, вот, что, что вы в ней видите, что вы чувствуете, вот, что это вот личное у вас? Вы знаете, во-первых, я ничего не чувствую, что это. Ха-ха-ха-ха. И для меня Лурие, он скорее концептуальный взгляжник. Вот. Мне интересна эта позиция, мне интересна ход его мысли, мысли, мне интересна его абсолютно такое, такое не игнорирование вот этого психолога, там, грозного уровня и так далее. Вот. Что касается, наверное, когда спрашивают о чувствах в отношении к искусству, спрашивают о каких-то визуальных, эстетических вещах, да? Ну, или энергетические. Ну, энергетические, понятно, они очень такие, как кофе. по поводу эстетического, они во многом вписываются в искусство его племени, да? Это 60-е, 70-е, вот здесь вы можете увидеть, такой раушенверт, да, такие. И в этом смысле я могу испытывать к нему то же самое, что я испытываю, там, художникам этого периода. То есть для меня это какие-то исторические вещи очень важные в искусстве. И визуально это очень важные вещи, потому что тогда были использованы вот, там, шелкограни, еще какие-то техники, и коллажи опять были использованы. Для меня это очень интересно. Ну, скажем, надо разделить эстетическое и идеологическое искусство, да? Это такой вопрос, вы какое больше любите это платье возьмите, синий или в полосочках, да? Вот это вопрос эстетический. Вопрос был, почему вы сейчас одеваете это платье? Ну, если какая-то... Да, вот я это платье надеваю сейчас, потому что я подумала, что вот с историей моей, с его, с историей жизни, с историей гибели его близких, с его идеологией, это было бы важно показать, показать эту выставку здесь, да? Важный разговор о нем. Какие-то здесь, здесь еще много каких-то элементов, которые нажимают на какие-то кнопки. Опять же там, скажем, пенографические изображения, изображения фотографий, там, пенапов или той же молитвы, кюбрика. То есть это вызывает очень много всего. И поэтому я бы не стала как-то застревать на какой-то отдельно взятой работе. Потому что каждая из этих работ отсылается действительно в искусство, там, к другим художникам. В том числе он очень повязан, как-то со своим древием. Когда я смотрю на эти работы, я, например, думаю про работу Кифера, концерн Кифера, да? То есть это такая же вот грязь, суровая, такая мужская реальность, очень без всех прикрас. Я там думала про антиискусство и так далее, да? Я думаю о том, что вообще овангард. Зачем нужен овангард, да? Чтобы давать им компенсации. Да, пожалуйста. Вот в видео есть, вы знаете, работа с Витки Торой. И тут вы меняете по работе, которые показывают колокол. И искусство, это довольно продуктивно. И это довольно рискованно, правильно? Да, да. Как у нас сегодня Американское сообщество? Во-первых, еврейское сообщество. А во-вторых, там, исследователи в те же флокусы. Они воспринимают это как индивидуальную провокацию Возвращение интереса к теме или наоборот? Нет. Во-первых, есть очень разные северные флокусы. Потом есть очень разное Американское сообщество. Но оно гораздо более разнообразное, чем, например, сообщество здесь. Оно состоит из каких-то очень разных пластов. И поэтому, понятно, что какие-нибудь регионы, люди скажут, ой, это вообще нельзя, они хотят что-то про наград. А кто-то скажет, да, давайте отобратим. Давайте как раз с помощью провокации продлубим о том, что вот это важно. Поэтому у него в том же... Слушайте, давайте я прочитаю. Вам все-таки кусочек из этого... Уговорили. Уговорили. Мы какие-то институции приняли, например, им надо ставить фокус на море, а вот взяли. Или наоборот ни в коем случае, какие-то черные списки. Нет, нет. Наоборот, сейчас вот ведется такой разговор с мужем фокусом. Нет, потому что мы там что-то сделаем. Что-то интересно, как это реагирует институционально? Слушайте, они разные. Особенно в Америке. Особенно в Америке. Они же не государственные в основном. Это же частные вещи. Вот кому-то сейчас раздумается, что я понюх, все, нельзя. А кто-то скажет, что это очень круто, сильно, мощно. Давайте это полюбно. Ну то, что МОМО, если вы говорили МОМО, там, там, кто-то делается аккуратно. Потом Америку это очень открытый опыт. Там можно все. Ну, где-то показать специалисту, показать, что вы не ездите, вот здесь выгодите. Так это же Галактика. Ну, ты же сказал. Почему? Какие? Если у меня есть... А он был, пока, женат? Женат? Нет. Детей у него не было. Он был женат после Париж. У него была жена француженка, прекрасная, красивая и так далее. Но она хотела быть в Париже. И... И она уехала в Париж. Она жена. Она до сих пор в Париже. Там у меня было детей. А потом у него была вернутая сторона, которая была абсолютно муниципоном и у него была девочка Люба, которая погибла. И... Он ее описывал в своих цепстах. Вот. И она оказалась такая дьявольская Люба. Она такая очень... Она феминистка. Она очень такая авторитарная женщина. Вы ее можете увидеть, кстати, вот здесь на видео. Да? Сразу видно. Вот. И... Но она очень интересная. Он ее очень любил. И однажды... Она мне рассказывала. Однажды они решили пойти в ЗАГС. Она тоже близкая. Он художник. Он приходит из мастерской в таких штанах грязных. Вот. И... Она скажет. Ты... Как ты выглядишь? Он говорит. Да как я буду жить? Как обычно? Он говорит. Пойди переоденься. Он говорит. Да пошла. Вот. И она ему тоже самая говорит. Она ему тоже послугает. Так они... Так они не поженились. Но... Но это ничего... Отношение не изменилось. Потому что женитьбы... Что такое женитьба? Раньше это был ЗАГС. Теперь это... Высторочный ЗАГ, да? Что такое женитьба? Это какая-то бумажка. Если людей что-то связивает, то что-то связивает. Если это просто бумажки, то это бумажка. По поводу женитьба. Но они... То есть, которые вместе. Так что... А скажите, пожалуйста, когда его мама убила? И как вообще судьбары... Его маму убили... Значит... Его маму убили 8 декабря 1941 года. Расстреляли в лесу Рульбулу. В 8 километрах от Риги. И вместе. С бабушкой. И с сестрой. Они вот с этой девочкой были. Они были... Они были детьми. Они были подростками. Да? Вот эти... Девочки это... То есть, ему было 17 лет в этот момент. Да. Ему было... Он был... Он был... Он был совсем юный. Вот он потерял всех вот. Убрался, да? Ну, то есть, это повлияло на всю его жизнь. Получается, его творчество. Абсолютно. Это... То есть, до и после этого самого 8 декабря... Декабря 1940 года. Да? До этого... Такой... Такой... Зервный рай. Вот. После этого... Всё. Жизнь разрезана. До порога. А кто ещё из художников относится к этому типу творчества, этому стилю? Кто может быть из... Скажем так... Тематически близок вот к коллажу такого протестного? Ну, арт... Кого вы можете ещё из таких... Известных... Последователь. Ну, последователь может быть? Вот. Вот. Ситуационизм, о котором я говорила. Там, например, до сих пор есть какие-то художники, которые занимаются политическим искусством. В том числе в Израиле есть художники, которые, в общем, очень корреспондируют с какими-то идеями в Илье и артами. Так что... Ну, мне привлекается, например, с работами Сергея Параджанова, ну, скажем так, частично вот некие коллажи. Он тоже был репрессирован в своё время и его работы, ну, может быть, даже... Ну, я не прочитываю, допустим, в этих работах работ скал Холокост, извините, меня ничего не увидела. Вот. Но с точки зрения протестного искусства и искусства коллажа, ну, может быть, вы какую-то работу нам, ну, как бы дали такой пример критики, что изображено, что вот в чём конфликт, что смыслы какие заложены в те или иные краски, элементы, группы элементов, просто для того, чтобы хотя бы прочесть замысел автора смыслового. Ну, я вам уже, вот, в связи, про это я вам расскажу. Ну, это понятно, да, достаточно читабельно. А вот эти все работы, которые, ну, достаточно редко, сложные... Да, 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 да. Вот это не будет критику показать. Вот смотрите, вот это вот, просто вот так, просто... Даша Парк, сейчас расскажите, пока. А какой смысл заложен в эти все элементы этого салаха? Вот здесь есть изображение вот этих пеналков, девушек. Да, это то, о чём я внизу говорила. Да? И здесь вот это есть бесконечное повторение «ноу-ноу-ноу». Изображение девушки постоянно подчёркивается, постоянно разрушается. Вот тот самый пеноклазм, о котором мы постоянно говорим. «Изменённый человек». Да? И это все действует во всех работах. Вот я, наверное, вот продру работу «изменённый человек». Вот, везде вот эта вот абстракция и разрушение конкретного изображения. Да? Разрушение фигуративного. Чего? Разрушение образа как-то, да? Иконоборчество. То, что называется. Иконоборчество. И можно долго говорить по поводу каждой работы, но просто это займёт очень много времени. Мне кажется, это непродуктивно. Иконоборчество используется как мусор в результате не только люди, не только человеческое искусство тоже используется как мусор. Понятно, что ценности переворачиваются. Разрушение ценностей. Не только личности, но и всего. Тогда гимн чему? Разрушение что-то? Гимн чему? То есть должно быть какое-то противостояние. Просто разрушение, разрушение. На место разрушения старых ценностей приходит энергия. Энергия. Приходит энергия, приходит лопин. Приходит лопин, приходит звук. Приходят зрители, услышат этот лопин, услышат этот звук. Вот что место разрушения. Мы стоим на руинах, и мы, мы с вами, мы живем дальше, и мы можем создать что-нибудь новое. Мы можем заразиться этой энергией. И это очень-очень генетическое искусство. Смотрите, кофе. Абсолютно чистый кофеин. Вот я смотрю на эту работу, и у меня появляется энергия. Вот по поводу спрашиваю. Так что это очень неспокойное искусство. Это очень неудобное искусство. А почему-то призываю. Почему? Разрушаем это. Поем гимн. Учительствовать призываю. Жизнь. Восстать? Восстать. 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 Мы можем интерпретировать это, как мы захотим. Мы можем объяснить это в очень многих аспектах. Я просто вам даю общее направление. Пойдете туда, попадете в ловушку. Пойдете туда, попадете в обратку. Пойдете туда, будет... А у меня еще один вопрос. Решается. Выставки у него были? Да, у него было много выставки. Они были антиграундные художники в Нижнем Радеоне. Они сделали галерею. Они очень активны. Тогда просто они были... Понятно, вот как сейчас очень многие молодые художники, оставлять своих никто не знает. Через какое-то время, если они действительно интересны, конечно, они вызвали галерею просто, если они активны. Но выставки были только антиграундные или какие-то были выставки, куда-то его все-таки приглашали? В какой-то момент его стали приглашать. В какой-то момент его стали приглашать. Но это было не с начала. Вообще, овен был в Нью-Йорке в то время, когда Нью-Йорк был еще интересным городом. Это были 60-е, 70-е, частичные 80-е. Там кипела вот эта художная жизнь. Огромное количество андеграундных галерей, музыка. И тогда все, кто сейчас стал классиками, они все тогда были андеграундные. Когда он был анти-Йоркл. То есть, что Йоркл и Йоркл сделали все комическое. Ну, конечно, интересно. Конечно. Им даже на фабрику Йоркл, откуда-то деньги поступали. А вот я против фонографии. Он как бы ее выстреливает и пишет науку. Ну, конечно. И, ну, говорят, бедные браку Йоркл или анти-Йоркл. Он как бы тенденц в те же тенденции. Да, он его антиклод. Он абсолютно, да. Но, скажем, тело, которое никто не хотел смотреть. Ну, конечно. Ну, конечно, конечно. Бачите, раз вы нас тут очень много людей пришли дивиться. Шановне, уже час вычерпано. Давно-давно. Да, я очень благодарна, пану Юлі. Потому что экскурсия наша образовая на сегодняшний день больше прошла, чем мы планировали. За что вам очень благодарна. Потому что очень важные вопросы. Я думаю, что мы так хорошо попрацювали здесь, да? Друзья, у вас есть еще час. У нас сейчас там еще есть экскурсия, еще наша по шоколадному домику. На столику в Магетинской зале есть список всех нас картин. Номерочки. Вы можете прочитать. Так, тут, чтобы не отвлекать внимание, но вы можете прочитать, про что картина. Ну, на мой взгляд, это очень помогает. Поэтому мы окремо взяли, потому что кто-то просто свои меседжи кладет, да? Потому что кому-то нужно, ну, иногда и знать, что хотят сказать автор. Мы очень благодарны, пану Юлі. И подписываем все. Спасибо.